Семеноводство 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 Сем oppose Щас от кем Растание, наличие сорной примеси. Сто процентов схожесть? Схожесть должна быть ниже 90%. По хосту, 90%. Но, как правило, наши семена 95-97%. У нас никогда нет проблем со схожестью. Почему? Опять-таки, вот благодаря этому складу. Производить семена мы научились и ни в чем не уступаем ни одной стране мира. Это и моя гордость, что мы сохранили аграрную науку. Мы производим все культуры таким образом. Все абсолютно, которые возделываем и которые можно возделывать. Вы уникальнейшие люди, не для лести вам сказано. В мире этого нет. Мы это и сохранили, и превзошли. Это ценности. Это надо всему миру. Особенно нашей зоне. Такого центра, как нашего, нет нигде в мире. Потому что 38 культур, которые бы занимались, даже ведущие концерны заграничные, они, как правило, занимаются 3-4 культуры. И не больше. И второе, что наши культуры, у нас в республике, занимают 80%. Наши сорта. Это сложнейшая вещь. Слушайте, с одного колоска кто-то где-то вывел и прочее, привез этот колосок и начинают возделывать и доводят до тысяч тонн. Это дороже золота. Вот это дороже золота. Поэтому это должны люди понимать, что это то, что они пришли кусок хлеба, купили в магазине. Вот хлеб, он начинается с них, с ученых, и вот с этого. Вот это здание здесь у нас протравливание и линия, линия фасолки. Мы не заходим. Но вы еще не травили это зелень? Нет, нет, нет. Только после проверки контрольно-семенной лаборатории. Перед отправкой. Перед отправкой. Под заказ. Потому что надо знать, каким препаратом заказчику протравить. А вот сейчас мы идем в селекционный. Вот сюда, как мы посмотрим, как материал поступает, как он хранится. У нас на селекционных полях где-то парадка 300 питомников. Там выращивается ежегодно селекционных целей где-то 300 тысяч образцов. Каждая делянка идет, селекционер оценит, делает отборы вот здесь. Вот это не просто материал. Здесь имеется номер, имеется название, имеются параметры. Это образца. То есть мы оцениваем в селекцию в течение авиитации анаперина. 29 показателей мы снимаем за вот сначала от схода до уборки по зерновым культурам и более 35 показателей по рапсу. Потом мы этот показатель все срезаем и эти колосья пускаем на дальнейшую селекционную поработку. То есть определяем продуктивность одного колоса, продуктивность растения. У нас 300 тысяч делянок где-то вот таких вот. Из каждой делянки букет? Да, да, с каждой делянки букет, и сейчас селекционеры, вот и сегодня, там в следующем помещении делаются анализы. Мы машину загружаем и получаем на выходе уже чистые семена, которые в дальнейшем поступают на анализ в ледневнической, в лаборатории, которая находится уже в грозе. И потом опять мы зелянки идем сюда. Лучшие зелянки, которые мы отберем, потом будем высевать. Лучшие бракуи на декурат. Здесь вот заголовок, и воздух встреча с оттоками идет, и вот эти ледкие зерна, они вроде крупные, но выдуваются тоже. А до сока удельно плотные семена. Добрый день. Добрый день. Так здесь тоже каждый свой сорт измирает или... Конечно, конечно. Берем детелки, нарезаем на настоящем этапе. Вот полученные гибриды между различными сортами из коллекции, и собственной селекции, и между ними. Для того получить новый исходный селекционный материал. Далее мы ведем оценку. Ты их смотришь, мешочки в эти складываешь, да? Да, это в каждый пакетик, потом высеваем в теплице, получаем первое поколение, которое однообразное, а потом в полевых условиях получаем разнообразие, расщепление. И там формы расщепляются, темная краска и зерна, со светлой, с желтой и различной формой метелки. Собрав всю информацию, и геохимического анализа, и прочее, то есть качество производимого зерна, мы даем полную характеристику на заключительные этапы в конкурсном сортоиспытании до 50 образцов. В сравнении с контролем, который дает Государственная комиссия по сортоиспытанию, выделяются будущие претенденты на стартах. Вот это хлеб не просто мы пикнем. Хлеб не режут, а хлеб ломают. А, ну можно, да. Это 50 грамм муки. У меня рука. Легкая рука. И вода. И больше тут ничего нет. Что? Вода? 50 грамм муки и вода. Ничего нет. Ничего больше нет никаких добавок. Но для чего мы выпекаем? С 50 грамм может быть и такая булочка, и вот такая. Это мы определяем, либо пекарное качество. Это 50 грамм? Да. Когда сила хлеба хорошая, то из этих 50 грамм вырастает объем хлеба примерно 750-800 миллилитров. Это свидетельствует о высокой хлебопекарной оценке. Мы сейчас разрабатываем еще. Лучшая оценка. Вот это его, это стритикали. Но это больше 50. Да, да. Это стритикали. Хлеб, так, это вот впервые будет не черный, а серый будет. Идите, 50 грамм. Вот смотрите, какая. И вот смотрите. Съесть надо. С одной только... Уникально, в магазине нету. Да. С одной только... И только вода. Мы испекли каравай свой. Из сортового. Из сортового. Из сортового. Из сортового. Мы хотим вручить вам. Я угощу всех христиан в округе. Угадали с рецептами. Самая благородная профессия, это вот это. Ладно. Крамитюзия. Я понял. Спасибо за красоту эту. Спасибо. Молодцы. Субтитры сделал DimaTorzok